Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском у Марти Киев. Коротко о некоторых событиях. Запланированный на этот год ремонт тротуаров в республиканской столице выполнен на 90%. Учитель родного языка литературы 19-й гимназии Черкеска Джамиля Узденова стала победителем 10-го межрегионального конкурса учителей родных языков субъектов СКФО. 21 сентября в кинотеатре Чарли Черкеска состоится премьерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс». И в середине октября в Карачаево-Черкесии пройдет Всероссийский фестиваль «Сто лет на высоте». Далее об этих и других темах подробнее. В новом образовательном центре знаний «Машук» в Пятигорске глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов вместе с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым встретился с победителями профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Мероприятие проводилось с целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей. Нашу республику представляла учитель родного языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова. Она стала победителем 10-го межрегионального конкурса учителей родных языков, субъектов СКФО и Южной сети Алании «Мы разные, но равные». В ауле Хабес в 2023 году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание признали аварийным. Об этом сообщил глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в рамках открытого чата с жителями Карачаевой Черкесии в своем телеграм-канале. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все это будет соответствовать именно новым стандартам. Средство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответствовать именно вот к этому строку. ЗАПЛАНИРОВА Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание. Это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность. И обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа Всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. В Хабьевском районе в рамках экологического проекта «Зеленая Россия» прошла масштабная уборка. В общей сложности участниками акции стали 2450 человек, которые собрали 26 тонн мусора. Очищено 14 километров береговой зоны рек Большой и Малый Зеленчук. Кроме того, в целях поддержки эколого-патриотического проекта «Лес Победы» в ауле Беслини высажено 20 саженцев ясеня, 40 яблонь и 10 вишен. В некоторых сельских поселениях республики продолжается ремонт дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ремонтные работы уже завершены на участках автомобильной дороги регионального значения Черкесск-Бекешевская протяженностью 6 километров 400 метров, Невиномыск-Черкесск-Подъезд к селу Дружба протяженностью 4 километра, Черкесск-Чапаевская протяженностью более 3,5 километров, а также полная реконструкция участка автомобильной дороги Черкесск-Хабес-Подъезд к курорту Архес протяженностью почти 3 километра. Помимо этого отремонтирован участок дороги Черкесск-Исправная-Сторожевая протяженностью 6 километров. В ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. Сейчас на объекте уложены железобетонные балки, строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодора Муайет Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться, те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В рамках празднования столетия государственности Карачаева-Черкесии на территории Республиканского ипподрома 15 и 16 октября пройдет Всероссийский фестиваль воздушных шаров «Сто лет на высоте». Мероприятие, которое станет еще одним ярким событием в юбилейный для региона год, организовано Министерством туризма и курортов республики и будет проводиться впервые. К участию привлечены команды аэронавтов из 21 региона страны. За одиновременным запуском и полетом красочно оформленных воздухоплавательных средств смогут наблюдать 200 тысяч зрителей. Кроме того, каждый вечер фестиваля будет украшен завораживающим музыкальным световым шоу. А любителям активного отдыха и ярких впечатлений будет предоставлена возможность полетать на аэростате и встретить рассвет во время свободного утреннего полета. 21 сентября в кинотеатре «Чарли» в Черкесске состоится премьерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Зрители также смогут посмотреть видеообращение, записанное самим режиссером картины. Рецензия Зинаиды Пронченко о самом обнадеживающем российском фильме, как его назвала критик, уже вышла в издании «Коммерсант». Руслан Братов – актер, режиссер и сценарист. Родился в 1986 году в Черкесске, в 2012 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Известен театральными работами в московском ТЮЗе, МХТ им. Чехова, театре Олега Табакова и Центре драматургии и режиссуры. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в 2022 году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева, Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Кочер. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Кочер им. Халимат Бастюня Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 2022 году прошлого века в столице Бадалпашинской, которая ныне – это столица Карачаевской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития, и отображала в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» – это не о библиотеке, а на долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики – русских, карачаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. В республике начал функционировать первый молодежный проектный офис. Его задача – отдать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. «Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республики, потому что все грантовые средства привлекаются в республику». Элементы финансовой грамотности появились в таких предметах, как математика, окружающий мир, общество знания, география и информатика. Обучение предусмотрено для школьников с 1 по 9 класса. Включение финансовой грамотности в образовательные стандарты инициировал Банк России. Подробнее расскажет управляющее отделение Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения в интернете, правилам составления личного бюджета, умение анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассникам. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. Команда ветеранов Черкеска «Нарт» завоевала серебро на открытом турнире по футболу Кубок Дагомыса. Наши футболисты не потерпели ни одного поражения, уступили победителю команде из Чеченской Республики, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В городе Бор Нижегородской области прошли 10-е всероссийские спортивные соревнования по греко-римской борьбе Кубок России в память олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Беслан Кунижев стал бронзовым призером состязаний среди юниоров до 18 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Утром в отдельных районах туман. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23, в горах местами до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 23 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok